Духовный маяк На ваши вопросы отвечает настоятель Свято-Никольского храма, отец Дмитрий. Что ж, мы приступим к работе. Сегодня вопросов немного, но поверьте, каждый из них для нас очень важен и ценен. Итак, наши телезрители спрашивают, считается ли грехом чтение утренних и вечерних молитв при редком посещении храма? Нет, чтение утренних и вечерних молитв грехом не считается, а наоборот, это очень полезно для нашей души. Для нашего спасения. Так как человек не имеет возможности прийти в храм, прочитав утренние молитвы, он просит у Бога помощи и заступления на весь день, на предстоящий день. Прочитав вечерние молитвы, человек благодарит Бога за прошедший день и просит мирного и спокойного сна, чтобы на следующий день проснуться в мире, здравии и утешении от Спасителя. Следующий вопрос наших телезрителей. Можно ли бывать на могиле родных после захода солнца? Конечно можно. На могиле бывать можно всегда. Когда душе угодно, когда есть время, тогда мы посещаем могилы родных и близких. А все, что говорят нельзя после захода солнца, это суеверие. А суеверие мы, православные христиане, не должны верить и должны игнорировать, что нам говорят. Поэтому посещать можно в любое время суток. Продолжаем нашу программу. Далее телезрители интересуются, когда начинается рождественский пост и какие у него каноны, что можно есть, какие читать молитвы. Рождественский пост начинается с 28 ноября по 6 января. В рождественском посту есть такие каноны, чтобы поститься и очистить свою душу от грехов. Обязательно причаститься в этот пост, поисповедоваться, причаститься. Чтобы 7 января встретить праздник Рождества Христова с веселой и очищенной душой. Чтобы нам не было стыдно перед Богом, что мы этот пост не воздержались от какой-то скромной пищи, от мяса, яиц, молока. Все это в этот пост запрещается вкушать. По субботам и воскресеньям разрешается только вкушение рыбы. А так от всего мы должны воздержаться, чтобы нам было радостно и весело встретить Рождество Христово. И когда мы себя в чем-то ущемляем, во вкушении пищи, в увеселении каких-то праздников, тогда нам и радостно дождаться этого праздника. Хочется разговеться, хочется восторжествовать. Тогда и для человека, который воздержался в этом посту, этот праздник становится именно настоящим таким духовным, радостным днем. Этот пост очень строгий? Нет, это не строгий пост. В нем разрешается все-таки по субботам и воскресеньям вкушение рыбы. Во все дни, кроме среды и пятницы, разрешается вкушение масла. Этот пост считается не строгим, не великим. И вот еще один у нас вопрос, который интересует наших телезрителей. Спрашивает, подскажите, что нужно делать со старыми иконами, которые остались, например, от предыдущих хозяев квартиры или дома, или покойных родственников? Это самый встречаемый, часто встречаемый вопрос. Каждую неделю я сталкиваюсь один или два раза с людьми, кто задает мне этот вопрос. Такие иконы, старые книги можно принести в храм. Мы всегда с радостью принимаем и пересматриваем. Если что-то сохранилось, хороший лик, хорошая икона, мы можем вешать у себя в храме. Если у нас некуда повесить, мы передаем в те храмы, которые нуждаются в епархии. Таких много храмов у нас по области, по епархии. Поэтому все иконы, все старые книги, кому остаются они по наследству или остались у кого-то от прежних хозяев, с радостью приносите в храм, мы будем пересматривать и уже определять, куда ее повесить или к какому храму передать. Отец Дмитрий, спасибо большое. Это был последний вопрос, который поступил к нам в передачу. Возможно, Вы что-то добавите к вышесказанному или обратитесь к нашим телезрителям? Я хотел бы поблагодарить всех телезрителей за то, что не оставляйте наш храм, не оставляйте строительство нашего храма. Сейчас многие интересуются, жители нашего города, как продвигается строительство нового храма. Сейчас мы уже подошли до крыши. Одну сторону, которая по улице строительной, от дороги, мы полностью завершили, то есть дошли полностью до крыши. Сейчас осталась одна сторона, это со стороны двора. Тоже осталось немного. Я надеюсь, с Божьей помощью дойти до крыши и вторую сторону, и на этот год сделать то, что и планировали в начале года. Конечно, это очень тяжело, много приходится претерпеть, много трудов, много сил на это уходит. Но еще раз хочу поблагодарить всех предпринимателей, всех жителей города, администрацию города Зверева. Лично Игоря Юрьевича за его участие в строительстве храма. Таких предпринимателей, как Проскурин Николай Александрович, Патишин Сергей Константинович, Семенчук Сергей Константинович, Башланова Светлана Александровна, председатель Зверевской думы, Никольшин Игорь Николаевич, Светлана Михайловна Витясян и многие-многие другие предприниматели, которые именно постоянно контролируют это строительство, постоянно мне приходится советоваться с ними, где-то обратиться, где-то что-то попросить. Шахта Абуховская в этом году очень активно участвует, привозит нам цемент. Мы в этом почти не нуждаемся, но бывает в остальном что-то, конечно, требуется. Всех жителей, всех прихожан я сердечно благодарю, молюсь за всех, чтобы Господь даровал всем здравия душевного и телесного. Спасибо, Господи, всех. Храни вас, Господь, на многие и благое лето. Спасибо, уважаемый отец Дмитрий, за то, что вы очередной раз ответили на вопросы наших телезрителей. И вам, дорогие друзья, большое спасибо, что не забываете о нашей передаче и присылаете, передаете свои вопросы. Будем рады вновь встретиться и ответить на то, что вас интересует, беспокоит, волнует. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok